Девушки отдыхают Палачи, урод! Девушки отдыхают Кажется, мы их разбудили Не стоило вам открывать книгу Мы должны остановить это Спасите кто-нибудь! Книга Сары Бэллоу Истории пишутся сами А потом сбываются Он уже здесь Страшный подарок от сценариста и продюсера Гильермо Дель Торо Хоррор, который вряд ли позволит спокойно уснуть После ночного сеанса в кино Экранизация популярной трилогии ужасов Элвина Шварца Проиллюстрированной Стивеном Гаммелом Компании подростков предстоит разгадать Тайну зловещих смертей Которые наводят ужас на всю округу Они должны преодолеть страх Чтобы спасти свой город Путь к этому фильму лично у меня начался очень давно Я был молодым и жил в Техасе И мне на глаза попалась эта знаменитая книга детских ужастиков Которую, как вы помните, давно считают слишком страшной для школьников И в некоторых штатах она под запретом Но она, как никак, уже стала классикой детской литературы Единственный хоррор Я настоящий фанат самого литературного первоисточника И иллюстраций к нему Поэтому я и спродюсировал этот проект Объединенный извечной темой Наши самые дикие страхи Первая часть трилогии Элвина Шварца Страшная история для рассказа в темноте Вышла в 1981 году Создавая свои истории Шварц проводил глубокие культурологические исследования Изучал фольклор и городские легенды разных стран Наполненные жуткими сказками О кровавых смертях и мистических убийствах Во все времена, придумывая и пересказывая эти истории Люди боролись со своими страхами Дар страха – первый и редчайший на пути к счастью Писал знаменитый американский писатель Конца 19 века Гилберт Честертон Дети вообще любят ужасы И упиваются ими Даже если их не любят Страх не от сказок Страх из самой души Гильермо очень часто любит разъяснять Неимоверный интерес людей То есть зрителей или читателей К теме ужасов Нас объединяет общее чувство страха Оно есть у каждого человека без исключения И все наши страхи универсальны Поэтому с психологической точки зрения Люди обожают хорроры Потому что им хочется испугаться То есть пережить тот самый собственный страх А потом испытать чувство Их отпустило Со страхом справились Поэтому испуг всегда сопровождается смехом Мы же с детства обожаем всякие страшилки Рассказывать их в комнате без света Вместе бояться И потом визжать от какого-то непонятного шороха в углу Вот и уникальность этой детской книжки в том же А мы просто ее экранизировали Много лет назад Жители этого города оклеветали меня Они сторонились меня Называли монстром И теперь Они получат монстра, которого заслужили Любопытная деталь Но у нас в Мексике, кстати, существует Очень четкое описание жанров кино Например, мы не говорим мелодрама А называем подобные фильмы плаксивое кино Также мы не называем фильмы ужасов хоррорами Мы говорим конкретно Пугающее кино То же самое с комедиями У нас это все просто смешное кино Фактически в этих определениях Сосредоточены три главные человеческие эмоции Которые присущи каждому человеку А когда люди собираются вместе И боятся вместе Это уже эффект концерта Там же все всегда реагируют одинаково На выступления кумиров Переживают вместе одни и те же эмоции И чувства Что называется в едином порыве Так рождается взаимная эмпатия Люди испытывают чувство единения Это очень красивый эффект Ведь все мы живем в такой реальной жизни Где стараемся избегать проявления чувства и эмоции Это никому не нужно И прежде всего нам самим Нам так удобно Вся наша жизнь непредсказуема По большому счету А так как мы все-таки принадлежим к животному миру Мы живые существа То нам нужно периодически испытывать чувство животного страха Как обычные животные в дикой природе Они постоянно находятся в состоянии повышенной тревожности А страх у них приравнен к самому первому безусловному инстинкту Инстинкту самосохранения У человека он в силу современной цивилизации давно притупился Поэтому нам полезно испытывать наши базовые эмоции Смеяться, плакать, бояться, влюбляться Мы постарались все это подарить зрителям в нашем новом фильме Каждая часть культовой трилогии – сборник коротких рассказов Первая книга содержит 29 историй с названиями вроде «Большой палец», «Дом с привидениями», «Песни катафалка», «Мозги мертвеца», «Призрак с кровавыми пальцами» и другие Во второй части «Более страшные истории для рассказов в темноте», которая вышла в 1984 году 28 еще более страшных историй Среди которых «Маленькая черная собачка», «Кладбищенский суп» и «Стук-стук», который, конечно, не предвещает ничего хорошего Третья книга «Страшные истории 3. Больше сказок, чтобы охладить ваши кости» вышла в 1991 году В 2004 трилогии вышла одной большой книгой Были созданы аудиокниги каждой части, озвученные волшебным голосом Джорджа Ирвинга Но еще в конце 90-х Американская библиотечная ассоциация Назвала трилогию Элвина Шварца спорной из-за обилия насилия А из-за кошмарных сюрреалистических иллюстраций Стивена Гаммела Книги долгое время считались слишком страшными для детей И регулярно попадали под запреты Что только подогревало интерес читателей В самой трилогии, то есть в книгах, есть два типа хоррора Жуткий темный ужас, от которого реально кровь в жилах стынет, что называется А есть веселый ужас, то есть страх, от которого просто смешно Ну как такое можно бояться? Вот из этой серии Обычно ты хихикаешь над такими страшилками и смеешься над тем, что испугался ерунды Хотя на физиологическом и гормональном уровне тебе страшно Вот такие истории ужасов нас и привлекли в знаменитой детской книге Запрещенной для детей, как вы знаете В 2011 году к 30-летию трилогии вышло новое издание книги с иллюстрациями от Брета Хелквиста Фанаты страшных историй были возмущены Они заявили, что новые иллюстрации, не имеющие художественной образности оригинала Оскорбляют и само это направление искусства и жанр ужасов И самих Стивена Гаммела и Элвина Шварца А также новых и старых фанатов книги Главным доводом они приводят убеждение, что если ребенок не сможет справиться с ужасами в книжке Он не сможет противостоять ужасам, которые иногда преподносит реальность В нашем фильме, как и в самих книгах, довольно много юмора Мы специально пошли по пути оригинального литературного первоисточника Где изумительно соблюден баланс между страхом и смехом Я реально убежден, что это весело испытывать чувство страха В этом есть некий психотерапевтический эффект Мы постарались этот баланс соблюсти и его экранизации Книга Сары Бэллоу Истории пишутся сами, а потом сбываются Кому такой бред мог прийти в голову? Он уже здесь Права на книжную серию Элвина Шварца кинокомпания CBS Films приобрела в 2013 году Изначально было объявлено, что проект будет разрабатывать Гильермо Дель Торо И как сценарист, и как режиссер Дель Торо не раз признавался в любви к этой книге И даже приобрел для своей коллекции 10 оригинальных ужасающих иллюстраций Стивена Гаммела Но не сложилось по срокам В 2016 году Дель Торо должен был начинать съемки «Формы воды» Поэтому он оставил на себе лишь продюсерскую миссию А работать над сценарием «Страшных историй» был приглашен Джон Огост Многолетний соавтор Тима Бертона Сценарист таких культовых фильмов, как «Крупная рыба», «Труп невесты», «Чарли» и «Шоколадная фабрика» Затем к сценарной группе присоединились создатели детских хитов «Монстры на каникулах» и «Лего-фильм» «Братья Дэн» и «Кевин» Хейгманы А за уровень художественного страха должны были отвечать мастера ужасов Маркус Данстон и Патрик Мелтон Сценаристы франшизы «Пила» и второго коллекционера Но в апреле 2018 года пришло сообщение, что сам Дель Торо все-таки приложил свое пирог к сценарию фильма И стал соавтором сценария «Страшных историй» В книге есть несколько моих самых любимых историй, которые я непременно хотел экранизировать в рамках общего фильма Одна из них — это окно В ней два героя Один реальный в доме, который смотрит в окно и видит другого человека Но тот не видит его Это как бы общение между двумя мирами, естественно, потусторонними И однажды стена рушится, и монстр из загробного мира через разбитое окно врывается в реальный человеческий мир И начинается страшное Это хорошая метафора на то, что все наши страхи подпитываются силой нашего собственного воображения Чем оно богаче, тем сильнее и страх В той истории парень ненавидит свое воображение, поэтому оно ему начинает мстить Мы можем провести аналогию с нашим миром Не нужно бояться воображения Оно помогает разрушать искусственные кирпичные стены Что там происходит? Томми пропал Имя Томми есть в книге Это не может быть связано, правда? Но вдруг события из книги происходят в реальности Господи Оги Стелла Ты в следующей главе Мы ее читаем Там мертвец, повсюду ищет свой палец Верний палец Режиссером картины страшной истории для рассказа в темноте Стал норвежец Андре Овредал Создатель триллеров «Охотники на троллей» Про группу студентов, которые с помощью подручных средств Сражаются с троллями на севере Норвегии И «Демон внутри» Про мрачные тайны жизни и смерти красивой молодой девушки Оставившей этот мир без видимой причины Оба фирмы получили высокую оценку критиков Достойный прокат И номинировались на престижную американскую премию «Сатурн» Которая вручается Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов Так что Дель Торо спокойно доверил Андре художественное решение картины и подбор актеров В касте проекта Легенды американского кино Джилл Беллоус, Хавьер Ботет и Дин Норрис Не считая юных начинающих киноактеров Сразу хочу предупредить всех зрителей, кто знаком с самими книгами Что наш фильм не снят в формате антологии Мы взяли за основу пять или шесть самых топовых историй с первой книги И сделали из них одну единую сюжетную линию То есть у нас в фильме сквозной сюжет Сюжет фильма строится вокруг группы подростков, выпускников школы Которые проводят свое последнее детское лето Перед тем, как уедут из своего городка в колледжи или университеты Здесь аллегория на то, что беззаботное детство закончилось И впереди их ждет настоящая суровая взрослая жизнь Полная реальных страхов и опасностей И вот напоследок они решили развлечься в старом доме И наткнулись на ту самую книгу со страшными историями Которая начинает проверять каждого из них на фобии Наши герои отправляются в опасное приключение По собственным страхам, из которого вернутся не все А параллельно они расследуют историю с той дамой Обитательницей страшного дома Которую ненавидели жители их родного городка И она начала им мстить Ведь все в нашей жизни происходит из-за страха Или боязни чего-то От ненависти до преступления Вот и наши персонажи переживут все и сразу Чтобы сплотиться и спасти их городок Итак, страшная история для рассказа в темноте Это крупномасштабный авторский проект Лауреата премии «Оскар» Гильермо Дель Торо Подарившего миру форму воды Тихоокеанский рубеж Лабиринт фавна Хеллбоев И другие зрительские хиты Дель Торо неустанно демонстрирует свой стиль Ошеломляющий визуальными эффектами И балансирующий между фантастикой и гротеском В готических мифологических мирах Гильермо Дель Торо Царит мистическая атмосфера И живут удивительные чудища Он завоевал репутацию выдающейся фигуры В области современного фэнтезийного ужаса Выбивая стилистикой работ Из канонов традиционного жанра А в новом проекте Все это замешано И на важном социально-политическом контексте Недаром событие происходит в 1968 году После которого Америка перестала быть прежней Она очнулась Редактор субтитров А.Семкин